улефон с 10 про цена в китае около 5000 рублей в россии такие аппараты я видел по 6 по 6 половиной тысяч рублей поставляется в картонной стандартной уже упаковки картон плотный приятный на ощупь про эта наклейка у нас внутри мтк 6739 четырехъядерный старенький процессор но и аппарат недорогой 2 гига оперативки 16 встроена я карту памяти устанавливал на 64 гигабайта аппарат ее видел разблокировка у нас по лицу и по отпечатку пальцев двойная камера 16 5 16 мегапикселей 5 мегапикселей дисплей у нас 5 и 7 hd plus это 1498 на 720 аккумулятор заявлено 3350 но проверив несколько смартфонов улефон с 10 про я выяснил что у нас колеблется от 3180 до 3380 емкость аккумулятора на разных аппаратах сразу у нас стоит android 81 обновлений пока не было в комплекте сам естественно смартфон целлофан на экране была наклеена у нас такая наклейка где продублированы параметры смартфона с обратной стороны у нас была наклеена вот такая вот наклейка на которой было написано где какие кнопки куда что вставлять от производителя сразу в комплекте идет запасная пленка на экран одна уже наклеена инструкция по эксплуатации провод для зарядки micro usb довольно дешевый и надолго его не хватит зарядка на 1000 миллиампер по замерам выдает максимум 0 9 но заряжает вполне нормально теперь поговорим о документах не все покупают аппараты новые некоторые покупают прошлогодние бестселлеры так скажем от apple от самсунгов от других компаний потому что по параметрам они довольно хороши а цена у них уже довольно низкая поэтому пользуются сайтами бесплатных объявлений и многих обманывают продают ворованные телефоны либо даже не то что ворованные а в общем суть в чем многие люди думают что нужно аппарат покупать с документом на этот аппарат это правильно но многие ошибаются думая что юзер мануал в переводе инструкция по эксплуатации это и есть документ на этот аппарат нет это ошибка это всего лишь инструкция если вы ее предоставить в случае чего то вы не сможете доказать что этот аппарат ваш потому что здесь нет никаких данных о этом аппарате что же является документом на смартфон вот эта вот часть коробки является документом на ваш смартфон поэтому если вы покупаете аппарат с рук обратите на это внимание не покупайте аппарат с инструкцией покупайте именно с коробкой если нету всей коробки хотя бы обратите внимание на ту часть где есть вот эта вот информация это и есть документ на ваш аппарат переходим к самому смартфону в комплекте у нас сразу шел силиконовый чехол этот силиконовый чехол идет не от продавца а от производителя но на алиэкспрессе я видел многих продавцов которые продают этот смартфон в двух видах и по цене там отличаются в 100 рублей то есть вы можете якобы купить этот аппарат с чехлом и можете купить без этого чехла хотя вам все равно отправят его с чехлом потому что упаковка идет запакованная и чехол будет внутри так же как и пленка тоже она будет внутри это не от продавца это от производителя силиконовый чехол довольно хорошего качества бортик у него небольшой но он есть то есть экран хорошо защищен такие чехлы мне нравятся плотные корпус у нас пластиковый задняя крышка съемная есть естественно разблокировка подпечатку пальцев и по этому датчику можно еще настроить несколько разных дополнительных так скажем плюшек то есть там долгое нажатие вы можете выйти в главное меню сфотографировать еще то есть очень универсального то силами такого я не видел а вот у более дешевых компаний у них есть вот так скажем дополнительное применение для этого датчика цвета у нас идут разные стекло у нас идет с 2d эффектом сверху все стандартно камера датчик приближения динамик снизу микрофон с левой стороны ничего сверху разъем для наушников и для зарядки micro usb с правой стороны у нас качелька громкости и кнопка включения кнопка включения такая ребристая и вы не спутаете с кнопками громкостью как вы уже видите крышка съемная аккумулятор у нас не съемный сверху разъем для карт памяти и у нас идет два разъема под sim карты и вот карта памяти есть у нас место здесь у нас продублировано написано что куда можно вставлять закрывается все хорошо плотно никаких нареканий нет то есть в руке аппарат и вот в работе не чувствуется что он там супер бюджетник то есть вполне приемлемый аппарат за свои деньги по экрану сейчас у меня включена автояркость до автояркость у нас тут есть экран цвета насыщенные нареканий никаких нет под углами искажений практически нету весь экран достойный так скажем за такие деньги получить такой экран это в принципе очень хорошо по начинке ничего не буду говорить стандартный android единственное что в некоторых менюшках или фон перерисовали вот эти вот ярлычки а так все в принципе стандартно никаких нареканий нет по связи 3g 2g 4g все ловит все работает вай фай работает вот сейчас у меня между аппаратом и роутером идет где-то три стенки связь хорошая не полностью конечно показывает что у нас полосочки но по крайней мере связь хорошая нареканий никаких нет и через несколько стен интернет работает больше в принципе и сказать нечего по этому аппарату единственное про камеры камеры у него естественно бюджетные но они со своими целями справляются автофокус у нас есть и сфотографировать вы прекрасно можете самое интересное что видео снимает он full hd и вот видео в full hd мне понравилось даже больше чем картинка больше чем сами фотографии но такое бывает естественно вы должны понимать что все бюджетно но при этом это бюджетность это не бюджетность пятилетней давности когда там пиксели были размер с палец это уже бюджетность девятнадцатого года то есть аппарат с такими же параметрами три года назад считался топовым а теперь это уже бюджетник опять же многие скажут что здесь процессор стоит мтк не snapdragon но опять же вы должны понимать что мтк гораздо дешевле и китайцы стараются их везде ставить потому что все таки китаец хочет и сам заработать и хочет чтобы и вы не платили дорого поэтому все свои денег тут стоит аппарат могу рекомендовать покупки очень хороший по современным меркам небольшого размера поэтому кому я могу рекомендовать могу порекомендовать всем если некоторые аппараты идут с такими параметрами что допустим мы вам могут рекомендовать либо пенсионерам либо детям либо тем кто только начал пользоваться смартфоном но я бы сам смог пользоваться этим смартфоном потому что выигр я не играю, а больше мне от него ничего не надо. 2 гигабайта оперативной памяти хватает за глаза. Для навигации, для просмотра видео, для прослушивания музыки. То есть это бюджетник, но при этом он ничем не будет выделяться на фоне и более дорогих аппаратов.